Надежда Кузовкова – многодетная мама. Будучи в декрете с третьей дочкой, она узнает, что скоро на свет появится еще один ребенок – долгожданный мульчуган. По словам женщины, эта беременность протекала легко. Хорошие анализы, паузи никаких патологий. Казалось бы, на свет должен появиться здоровый и сильный мульчуган. На 40-й неделе, 12 мая, рождается Федор. Врачи ставят страшный диагноз – ДЦП по миопатическому типу. Шансов не давали никаких. В роддоме говорили, что навряд ли даже он будет дышать и навряд ли что-то будет понимать. На данный момент у ребенка сохранный интеллект. Он только физически не может ходить. Но опять же нас обнадежили, что дай бог годам к пяти ребенок все-таки пойдет. Этих успехов удалось добиться лишь совместной работы – специалистов в центрах обилитации, врачей и, конечно же, мамы, которая верит в своего ребенка. На фоне борьбы за сына у Надежды обнаружили онкологию. Женщина говорит, что и эту проблему вместе с сыном они смогли преодолеть. Сейчас Надежда стала участницей проекта «Перезагрузка», в котором, таким как она, мамам оказывается поддержка и помощь. Проект называется «Перезагрузка» и направлен он на помощь семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Суть проекта в том, чтобы с помощью психологов, педагогов, социальных педагогов, юриста обогатить жизнь семьи. Ранее в центре содействия уже работала школа родительского мастерства, но проводились занятия лишь в летнее время. Особенность данного проекта в том, что сейчас выездные школы будут организованы два раза в месяц в течение полутора лет. И те мамы, которые уже окреплены и у которых есть опыт, они с удовольствием делятся этим опытом с теми, кто в начале пути. И группа необходимая важна тем, что тот, кто устойчивее, оказывает поддержку тем, кому еще трудно. Трудно принять, трудно начать, трудно принять диагноз и понимать, что нужно делать. В выездную школу каждый приезжает со своим запросом и своей проблемой. По словам психолога, в основном мамы хотят знать, где им найти силы и ресурсы, чтобы двигаться дальше на этом нелегком пути, как воспитать особенного малыша. Любой маме хотелось бы сказать, чтобы она не отчаивалась. Даже на нашем примере, что мама не совсем здоровая, с таким диагнозом справилась. Соответственно, здоровая мама справится тем более. Самое главное, чтобы не отчаивались мамы, которые стоят у двери реанимации, а чтобы они верили, верили в своего ребенка, верили в помощь профессионалов и обязательно обращались в центры. А принять участие и оказать материальную помощь Центру содействия вы можете, позвонив по номеру, который вы видите на своих экранах. Анастасия Федорова, Артур Курбанов, Рустам Лукманов, Столичное телевидение, Сяуфа.